На Чебоксарских пляжах сейчас можно встретить зелёных человечков. Заходишь в воду ещё в человеческом обличье, а выходишь уже как водяной, весь в сине-зелёных водорослях. От воды пахнет, попадается дохлая рыба. У створа Чебоксарской ГЭС в так называемом приплатинном отделе водохранилище постепенно превращается в болото. Хотя ещё 10 лет назад вода так не цвела, и это не вызывало беспокойства у экологов, ихтеологов и санитарных врачей. Что происходит с Волгой и не опасно ли купаться в такой изумрудно-зелёной воде, разбиралась Ольга Петрова. Несколько дней назад на Волге, в южной части Шашкарского залива, это Маргаушский район, погибла вся рыба. Причём не только мальки, но даже взрослые особи. Вот щука в районе 2 килограмм она. Начальник чувашского филиала, средний волш рыбвода, показывает фотографии, сделанные там. Когда синие-зелёные водоросли разлагаются, они начинают активно потреблять растворённый в воде кислород. И рыбе его уже не хватает. Акватория Шашкарского залива практически полностью покрыта плёнкой. Была покрыта, южная часть покрыта плёнкой из фитопланктона, который резко ухудшил экологическое состояние именно этого залива. Но в данном случае я, например, склоняюсь к тому, что не только асфиксия, то есть кислородное голодание вызвало гибель рыбы, но и токсины, которые образовались в процессе разложения в заливе, где нет никакой проточности воды. Из-за ветреной погоды аншлага на Волге сейчас нет, но вода довольно тёплая, и люди не брезгуют купаться в густой зелёной жиже. Часа два полежала, мне хочется, я люблю воду. Ну пошла брезгую, не брезгую, пошла дальше. Там немножко почищено всё равно, весь купальник забитый зелёнкой. Люди же приезжают из других городов отдыхать. В прошлом году я разговаривала, одна женщина, вот невролог, из Тула купила квартиры, отдыхает здесь. Люди из Тюмени, из Томска, Екатеринбурга, из Санкт-Петербурга, я разговаривала в июне, приезжают здесь отдыхать. Вы понимаете, это люди покупают билеты, вот, и, в общем-то, возвращаются на родину, и это скорченый отдых, вам не кажется? И репутация нашего города. Сини-зелёные водоросли, по-научному цианобактерии, для кожи человека не опасны. Главное, чтобы они не попали в питьевую воду. Для этого на очистных сооружениях водоканалов стоят специальные микрофильтры. Фактически опасность представляет для здоровья человека это то, что в ходе разложения образуются токсические вещества. И, в то же время, могут появиться микробы, то есть микроорганизмы, которые вредны для здоровья человека. Фитопланктон и сини-зелёные водоросли питаются органическими соединениями и фосфором. Чем выше их концентрация в воде, тем сильнее она цветёт. В хорошей природной воде фосфор, например, содержится в малых дозах. Значит, это наследили промышленные предприятия. 90% всех стоков в наше водохранилище сливает Нижегородская область. И только 10% — чебоксары, говорят санитарные врачи. То, что оседает на дне, соли тяжёлых металлов — это вообще сплошь яды. И они тоже влияют на цветение воды. Треть акватория чебоксарского водохранилища сейчас — это мелководье. То есть там, где глубина не превышает и двух метров. В жаркую погоду в таких местах вода прогревается до самого дна. И Волга превращается в настоящий биологический реактор. Пусть рай для развития и размножения сини-зелёных водорослей. При 68-й отметке Волга должна была разлиться на 2145 квадратных километров. Но в итоге нынешняя площадь — зеркало водохранилища — в два раза меньше проектной. Воды мало, и река потеряла способность к самоочищению. Уровень воды на сегодня 63-я отметка. Мелководье составляет до 30% водохранилища. А в связи с тем, что они будут планируются, проектироваться в повышении, то этот процент уменьшится на 2. То есть это даст определённые условия для уменьшения цветения. Впрочем, сами проектировщики говорят, что цветение воды в первую очередь зависит не от отметки водохранилища, а от качества стоков, отравляющих веществ. В Волге с каждым годом накапливается всё больше. И уже увеличились сроки цветения. Если раньше сини-зелёные водоросли появлялись только в середине августа, то теперь уже в июле. А в сильно загрязнённой воде фитопланктон может образовывать такую зелёную плёнку даже зимой подо льдом. Ольга Петрова, Игорь Ульянов, Вести, Чебоксары.